Друзья, всем привет! Сейчас сезон яблок, поэтому поторопитесь приготовить умопомрачительный яблочно-карамельный торт. Этот торт я готовила на базе рецепта моего любимого морковного торта. Как вы, наверное, уже догадались, заменив морковь яблоками и немного скорректировав пропорции. Торт просто сумасшедший, нежнейший, ароматный, очень мягкий, с безумно вкусным карамельно-сливочным кремом. Одно крупное отборное яйцо с щепоткой соли взбиваю до пышной пены. Не прекращая взбивания, всыпаю сахар, заранее смешанный с ванилином. Когда яичная масса станет белой и плотной, продолжая взбивать, добавляю растительное масло без запаха. Теперь натираю на крупной терке большое яблоко. Яблоко весит примерно около 180 грамм. Яблоко необходимо брать сочное и только сладких сортов. В отдельную емкость просеиваю и смешиваю муку, соду и корицу. Теперь добавляю яблоки в яичную массу, быстро перемешиваю. Далее добавляю мучную смесь и еще совсем недолго перемешиваю миксером на низкой скорости. Тесто получается довольно жидким. Тесто переливаю в форму, предварительно застелив дно и бока формы пергаментом. Диаметр моей формы 14 см. И выпекаю торт 35-40 минут при 180 градусах. На готовность, как обычно, проверяю деревянной шпажкой. Остужаю на решетке. Тем временем готовлю полюбившийся мне крем на основе творожного сыра. Немного взбиваю сливочное масло комнатной температуры. Добавляю сахарную пудру и взбиваю до пышного кремообразного состояния. Теперь добавляю холодный творожный сыр и взбиваю еще совсем недолго. Только чтобы соединить ингредиенты в однородный крем. После чего добавляю 2-3 столовые ложки густого карамельного соуса. И снова тщательно перемешиваю. Вот такой нежный сливочно-карамельный крем у меня получился. Он довольно хорошо держит форму и подходит не только для промазывания коржей и покрытия торта, но и для его украшения. Делю бисквит на 2 коржа. Посмотрите, какие мягкие и сочные получаются коржи. Теперь собираю торт. Вначале я хотела сделать голый тортик, но данного количества крема оказалось очень много. И хватило на полное покрытие торта. Итак, смазываю нижний корж толстым слоем крема. Накрываю вторым коржом и полностью покрываю торт кремом. Выравниваю лопаточкой и немного охлаждаю в холодильнике. Теперь делаю карамельные подтеки и ставлю в холодильник минимум на полчаса. Наконец пришло время посмотреть, что у нас получилось. Взгляните, какой он нежный, бархатистый и просто безумно вкусный! Надеюсь, этот рецепт вам понравился. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь, если еще не подписаны, и делитесь с друзьями. Как всегда, желаю вам отличного настроения и кулинарных успехов! До следующих видео! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok